Добрый день, дорогие любители цветов! Сегодня мы снимаем репортаж о селекции лилейников у Ворошиловой Анна Борисовна. Я Ворошила Анна Борисовна и сейчас я вам покажу наши сиенцы лилейников. Мы посадили тысячи и тысячи семян. Это проведена очень огромная работа. Прежде того, что посадили мои тысячи семян, из них проросло у меня первый год вообще очень мало, процентов 30. Но пока по мере того, как я собирала материал и анализировала его, почему у меня не всходит, потихоньку я повысила схожесть до 70 процентов. 70-70 процентов у нас схожесть теперь сортов. Сажаем их. Получая схожесть у меня получилась, когда я посадила их 20-25 марта в землю, просто в землю рядочками. И в этом случае у меня получилась самая большая схожесть. 70-75 процентов. Что очень намного больше осенней посадки. Не осенней, а летней посадки. Когда я сажала в августе, поливала их, то здесь у меня было 30-50 процентов всхожесть. А когда я посадила осенью, в зиму, то всхожесть у меня вообще была 10 процентов. Я посадила в октябре, в ноябре, а взошло у меня в марте, в апреле. Процентов 10. Ну, почему, я не знаю. То ли не перезимовали, то ли, может быть, слишком много всяких... Может, они проросли, а потом погибли. Ну, не знаю, в чем дело. Но я для себя выверила, что в наших условиях мне лучше сажать вот в середине марта. И та же самая история у меня получилась и с ирисами. Ну, очень много мы сортов сажаем. И семян очень много сажаем. И потом получается, что из-за того, что много семян сажаем, получается очень большое количество сеянцев. Вот это вот все поле у нас это сеянцы. Сеянцы уже отбракованы. Самые первые сеянцы, которые зацветают цветы, мы сразу выбираем, которые совсем не нравятся, и выбрасываем на мусорную кучу. А это уже остались те, которые хорошие, хороший выход, вот красивые. Много-много получается красивых цветов. Этот сеянец у нас уже семенем называется. Вроде он как бы простенький такой, красненький, привычный цвет. Ну, глаз не оторвать почему-то. Вот он такой обаятельный. И я его назвала сынок. Почему сынок? Потому что я уже писала, что как бы ни были соседские парни красивые, свой сынок всегда самый красивый. И этот наш сеянец, он такой, как бы, самый такой обаятельный и красивый. Несмотря на то, что можно сказать, что он вроде бы простенький. Ну, обаяние у него не отнять. Красавец. Сенец, который всем понравился. Все однозначно влюбились в него. И мы даже дали ему уже название Орион. А родители у него 20-18, вроде бы, 20-18. Он феволоме. И он дает, этот родитель дает очень хороший сенец. И вот этот сенец, теперь уже сорт, который мы назвали Орион, он кругленький, большой, зимой без укрытия, яркий, с такой широкой каймой. Ну, все у него есть. Все абсолютно. Ну, просто сейчас уже после обеда немножко он, конечно, побит уже ветром и солнцем. Но все равно красиво. Сенец уже получил название Заря Востока. Мама у него Францис Верхард. И вот мама дала этот вот большой глаз, который вот этот вот сияющий. Ну, у мамы совсем другой цвет. А цвет получил он розовый. Мама решила дать ему розовый цвет. Дала вот этот большой свой глаз. А оттеночек нежный получился, нежно-розовый. Очень приятный цвет. Очень приятный цветок, среднего размера. И уже у нас поступит в продажу. Потому что он уже у нас размноженный. Отличный, хороший, чудненький. И у нас будет вот такой вот радовать всех Заря Востока нашим. Заря, потому что он сияет, как вроде, знаешь, это розовенький, как этот. А это как солнце, которое встает и пускает такие розовые утренние лучи, которые утром всегда обычно такое солнце другое, розоватое. Да, муравей что-то ищет, что-то ему надо. Сколько мы лет уже занимаемся селекцией, масса у нас семцев. Наконец-то мы научились их отбирать и правильно классифицировать, потому что это тоже целый труд, целое искусство. Огромное количество семцев и попробовать тут навести порядок. И вот это Бог за все наши страдания послал на такое чудо. Сейчас во всем мире это модные направления. И когда к нам пришел цветок Хансона Месабле Анботли, по-моему, как-то он. Я его даже пока еще название толком не могла выговорить. 13-19, 13-39 у нас. Послание в бутылке, так он переводится. На русский легче сказать. И я все ему завидовала. У него такие кануи лепестки и такой необычный такой цветок. Новые формы. И вот сегодня прихожу на участок. Она у нас такой цветок. Представляете? Необычный, лимонного цвета. С таким вот блуждающим, сияющим сиренево-фиолетовым горлом. Кануи лепестки. Кануи лепестки это значит вот это прижатые. И он получает такую изящную форму, легкую. Из этого у них получается легкая форма. Если круглый цветок он кажется таким массивным, тяжеловатым, то этот как порхающая бабочка. С этими кануи лепестками вот здесь вот прижатыми. С вот этим сияющим, плавающим фиолетово-сиреневым горлом на лимонном цвете. Это вообще просто... У нас сегодня было необыкновенное счастье, необыкновенная радость у всех. Мы все на него ходили любоваться. И теперь вот показываем вам. Но сейчас уже после обеда немножко, конечно, у него этот... Мы его затрепали тут от счастья. Все трепаем его. Но вот такое вот чудо, полюбуйтесь. Это вот из новой серии, из нового этого... Из нового будущего лилейников. Все стремятся достигнуть вот таких вот новых форм, новых оттенков. Вот оно, пожалуйста. Бог всем посылает понемножку. Каждому по сорту, наверное. Кто старается и кто ждет. Красота? Мы очень давно снимаем. И уже дошло дело до этого сеанса. Видите, он немножко уже ждал-ждал нас, немножко начал терять уверенность в том, что мы к нему подойдем. Ну, он тоже необычный и необыкновенный по-своему. Кремовый-кремовый такой желтый оттенок. Фиолетовое горло, фиолетовая темная кайма. Так его украшают, так его вообще индивидуализируют. Короче, он индивидуальный в своем роде. Вот. Ну, красавчик. Я его с утра видела и сейчас не забыла все-таки. Я говорю, пошли, вот к нему сейчас ходим. Не зря же он так старался. Такая красота, такая красота у него. Такой контраст. Необыкновенный. Чудненький. Тоже сынок? Сынок. Это она дочура. Тот сынок, а этот дочура. Чудеса продолжаются. Вы когда-нибудь такое видели? Вот это вот у нас кремово-сливочный, кремово-сливочно-желтый и с сиреневым, нежным-нежным сиреневым фиолетовым горлом. Да, он не имеет пока ни каймы, ничего. Ну, нежнейший оттенок, нежнейший вот сиреневый, чисто сиреневый прямо вот глаз, вот этот сиреневый глаз. Я все забываю, говорю, горло. Сиреневый глаз вот этот вот, нежный-нежный оттенок, кремово-желтый, даже, я не знаю, ближе к желтому, или темно-кремовый, можно так сказать, темно-кремовый. Чудо. Я просто, как увидела его, думаю, ну надо, что-то ж первый раз я такое вижу чудо, чтобы такой сиреневый глаз на таком нежном цвете. Чудо. 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 Ценец у нас тоже очень красивый. Чудо. Розовый, с таким ясным, чёрным глазом и такой чёрной, тёмной каймой. Но вот этот вот цветок мы еще не знаем Скорее всего, что на сорт мы его не оставим Мы его пустим просто на русскую рулетку Почему? Потому что таких оттенков Таких оттенков у нас уже старые сорта были И он на них немножко похож Хотя сильно отличается тем, что у него такой большой размер Такое черное горло И особенно размер из-за размера Но так как он у нас не соответствует параметрам сорта То, скорее всего, мы не будем его оставлять на сорт Мы его продадим и на сорт он не останется Хотя, с другой стороны, вроде бы как ей жалко Но что делать? Придется с ним распрощаться Все сенцы невозможно сделать сортами Вот этот изумительный сенец у нас Розово-оранжево-красный Большого размера И вот этот вот точно у нас будет сортом Но у него здесь всего две деленочки Пока мы его размножим, уйдет еще несколько лет В года три, наверное, два уйдет Но вот ожидайте, встречайте Вот будет у нас такой отличный красивый сенец Красивый сорт Я даже смотрю, он тянет на регистрацию На Оскара? На Оскара Да, я очень довольна и счастлива И вот этот вот мы потихонечку размножим И встречайте, как говорится, встречайте Новый король А имя у него есть или нет? Нет, имени еще нету Сегодня будем придумывать ему имя Соответственно, такую красивую цветку И очень много времени и сил надо положить, чтобы придумать имя Будем Оскаром? Любуемся вот эти вот Уже как сорт у нас будет Мы его назвали ипотека Как-то понравилось такое название Кажется, что ипотека Это долгосрочное такое мероприятие Которое рассчитано на года И вот этот сенец Он тоже рассчитан на года Я думаю, почему? Потому что это сорт сенец От сорта 14.01 Небо Он взял все его достоинства У него плотные-плотные лепестки такие Он зимует без проблем И у него вот от Небо Вот эти вот белые такие вот полосочки Это довольно-таки редкая штука А цвет он изменил Цвет немножко взял от Небо И добавил сюда какого-то молочно-кофейного оттенка И я думаю, его использовать Почему ипотека? Потому что я хочу использовать Несколько лет в селекции Чтобы он взял зимостойкость Этого сорта И уже этого сенца Не более зимостойкий И сенец этот зимостойкий Плотный, текстур лепестков И размер у него большой Большой такой размер Вот он всегда и цветет красиво Открывается полностью Без проблем Лепесточки раскрыты Он так как бы говорит Встречайте, встречайте Вот радуется каждому дню Очень хороший сенец И я ему дала название Ипотека И я так думаю, что он как ипотека Будет долго нас радовать Как сорт Будет живучий Чудесный нежно-розовый цветок Нежный-нежный Высокенький Не сильно высокий Среднего роста Нежный Хорошая кайма Ну вот я еще не знаю Наверное, скорее всего Пойдет на рулетку Почему? Потому что Таких вот цветков В этом году У нас открылось Очень-очень много Один выберем А эти, скорее всего Кто из них останется Я не знаю Вот этот один из них Таких встречается По огороду много Мы их не учитываем пока Но нет Может быть один и оставим Кто из них будет Я не знаю Потом выберем Претендент Это не знаете Что-то Что-то Какие-то Не очень хорошие сорта Это Просто те сорта Которые Как бы Ну не уходят Их очень много Понимаешь Одинаковых Вот из одного Из одной коробочки Получится там 20 одинаковых Самый Из них Такой Самый У кого Поярче цвет Или какой Нам понравится Больше из них Это мы уже выберем А все остальные Конечно Уже поедут К новым хозяевам Контрасты Интересный Сенец Вот таких тоже Сенцев Получилось У нас много Я его оставляю Потому что Вот Кремовый С фиолетовым Мой С фиолетовым Глазиком Очень интересный Интересный Тоже Сенец И Главное Что От одного И того же Сорта 13-27 Мау Мустякуя Пошли Вот кремовые Он сам Бордовый Такой Мне нравится У него круглая форма И он всегда Хорошие сеянцы Дает А пошел Вот кремовый От него И вот От него Тоже Вот этот Рядом Тоже От него Ну Не с одной Коробочки Ну Практически Из одного От одной Мамы Одна мама Вот эта 13-27 Мау Мустякуя Мне очень нравится Он Видите Какой у него Вот в этом году Уже поступит Продажа Видите Какая у него Тут кайма Прямо Бриллиантовым Бриллиантами Посыпанная Густая Густая Ну Открывается Густая Густая Но Открывается Вот видишь Открылась Хорошо Кучая Такая Кайма У него Ну Нежный Цвет Молочно Молочно Какой-то Кремовый И С добавлением Немножко С присутствием Далеко Далеко Присутствие Фиолетового